привет друзья мы сегодня в вашингтон dc находимся в отеле хилтон у парины три дня игры по волейболу в прошлом году мы уже были на этом турнире ежегодно он проводится съезжаются все команды со всей страны там не лег комментирует вот в этот раз мы остановились в приличном отеле в хилтоне с красивым видом не на стену не на помойку не на заправку не на что она центр города в прошлом году что-то я с не очень познакомилась этим городом не знаю почему тот момент пропустил может настроение не было в этот раз я решила исправиться и показать вам красивую сторону этого города мы не очень люблю не любим вашингтон все-таки это столица нашей страны и поэтому я думаю что здесь есть на что посмотреть смотрите у нас вот такое красивое большое окно пол прямо я обожаю такие большие окна и с таким красивым видом смотри часа шторки на заправку в общем находится в центре вот аптека walgreens вот и напротив нас находится отель mariotte тоже такая популярная в америке сеть отелей вот сейчас выйдем на улицу мы хотим купить кофейку мы уже просто позавтракали и покажу вам красивые места в вашингтоне смотрите какой мэйк не сделала моя дочка такой натуральный вот поэтому в принципе мы готовы выдвигаться перед турниром мы решили прогуляться по городу посмотреть погода сегодня чудесная 15 50 фаренгейт а сколько этого нет но цельсия 10 градусов вот и на соседней улице мы еще обнаружили цветение сакуры были в шоке середина февраля смотрите у меня сегодня вот такой аутфит мать мне такая вот рубашечка кстати рубашка отжала у ребенка я ее купила не захотела носить у меня очень нравится на очень теплая такая как типа байковая вот здесь мне такая футболка это название полейного клуба за который она играет вот розовые тоже из прошлых лет я взяла ее одену специально дело чтобы поддержать ее на игре потом меня джински и кроссовочки вот так ты сегодня выгляжу и макияж сделала не моя доченька так что это тоже один из плюсов когда дети уже подростки могут привести родителей забыть за короткое время личное состояние ведь с моих мешков под глаза под глазами на быстренький все убрала мне очень нравится по моему смыться прекрасно натурально и красиво напишите как вам понравился или нет а мы выдвигаемся гулять ну что друзья мы вышли из отеля сейчас идем по направлению какой-то кофейни полина нашла быть очень хороший сейчас пойдем кофейку и пойдем день погуляем полина уже наверно не успевает потому что у нее тренировки мы с папой пойдем еще погуляем прошу вернемся по городу ну что мы взяли кофеек сейчас ждем папу сейчас 19 февраля ничего необычного просто цветет сакура в вашингтоне смотреть а так ничего необычного просто середина февраля мы находимся на такой красивой улице смотрите красиво что друзья мы отправили полина от тренировки у нее четыре часа начнется игра первая а мы пока решили прогуляться мы сейчас находимся в таком интересном месте красивые дома здесь полицейской полицейский департамент или как-то участок полицейский правильно мать какие красивые дома это там хаусы то есть каждая дверь это отдельная квартира на два этажа видите желтая и ки двери интересные всех разные какой-то интересный стиль с башенками а вот так вот выглядит собачья площадка в больших городах естественно что собак тоже хочется где-то выгулить чтобы они побегали без поводочка на обычных дорогах отпускать опасно потому что здесь движение здесь могут сбить это небезопасно сами понимаете да и вот поэтому владельцы своих собачек приводят их сюда и в таком собачьем парке них выгуливают ведь здесь уже есть и норы выкопанные хотел вас не вам снять все это собачками но собачек увели домой наверное обед на дневной сон ну что друзья минутка юмора ничего необычного дорога стройка бампер доля обочины а мы идем дальше чтобы понимали масштабность происходящего события поле иного это только вторая часть игроков которые начинают игру с 4 до 8 вечера первая группа на играла с 8 утра до 3 дня сейчас мы поднимаемся наверх и будем искать зал в котором играет наш ребенок вот на игру стоит 50 до 220 долларов до 20 долларов в год стоит а если на три дня берете 150 долларов за человек так что это тоже все не бесплатно здесь не только родители но еще и спортивные тренеры волейболу и местное телевидение которое снимает американской прямой трансляции потому что это очень масштабное зрелище такое называется капилл хилл здесь можно купить всякие сувениры вот так вот выглядит подобное мероприятие это один из павильонов огромное количество на разных этажах огромное количество команд это только команды которые играет во вторую половину дня плюс еще команды которые играют утром в таком же количестве представьте себе в общем у нас сейчас перерыв первую игру мы проиграли вторую выиграли и сейчас мы идем в поисках еды какой-то город погрузился вечер зажлись огни смотрите как красиво все покажу это вам не наша деревенька здесь все по-серьезному настоящий город смотрите как красиво чуть-чуть сниму вам вот это вот все офисы красотища даже автобусы ходят смотрите как красиво до такой улицы мы идем вот гуляем по такой улице чисто красиво крыс нет бомжей нет нас вопрос очень сильно волнует куда дели бомжей где весь колорит вашингтона да алексей си си гучи меня муж хоть и наверно хочет отвезти в гучи да лишь конечно скалку но в другой раз в этот раз ограничился только сэндвичами смотрите как красиво какой-то море крисмас какой-то прямо здесь прямо джингл бэлс полный да какой-то полнейший джингл бэлс ведь как красиво